Переговоры между ЛДПМ и ДПМ по созданию новой мажоритарной коалиции, необходимой для утверждения будущего правительства, не касаются в настоящее время распределения государственных ведомств. Лидер фракции ЛДПМ Валерий Стрелец заявил, что все станет ясным, когда назначенный премьер представит новый кабинет министров. Доменилии де responsabilитати не sunt партия acordулы, sunt дискутии separate, се invока и принципиум status quo-ului, до пына на 5 марте, но мы будем в дискутии. Валерий Стрелец уточнил, что сначала будет утверждено правительство, а затем спикер, должность на которую претендует ДПМ. Лидерал-демократ выразил надежду, что окончательный вариант соглашения о создании нового альянса удовлетворит все стороны, участвующие в переговорах. Валерий Стрелец также отметил, что ядро предложенного ЛДПМ соглашения будет сохранено. Тем временем демократы недовольны документам, предложенным либерал-демократами. Мы все обсудили пункт за пунктом, и мне показалось странным, что из проекта от 22 апреля исчезли некоторые важные положения. К примеру, насколько важно для Молдовы избежать досрочных выборов. Исчезли политические обязательства, что значит воздержание от голосования с оппозицией за несогласованные проекты законов. Также мы констатировали исчезновение коммуникационной платформы на уровне правительства. Если анализировать наши проекты соглашений, то можно заметить изменения, сказал Валерий Лазер. В свою очередь, лидер фракции ЛДПМ подтвердил, что в настоящее время назначенный премьер-министр Юрий Лянко заручился поддержкой 42 депутатов. 31 от ЛДПМ, 7 либералов-реформаторов и 4 независимых депутата. Если к ним прибавить еще 15, получается 53. Ключ в руках ДПМ, подытожил либерал-демократ. Редактор субтитров А.Семкин